Книга Неймии. Глава первая. Слова Неймии, сына Хакалии. В месяце Кислеве, на двадцатый год, когда я был в твердыне города Сузы, пришел ко мне один из братьев моих, Ханани, вместе с людьми из Иудеи. Я стал расспрашивать их об Иудеях, которые уцелели и вернулись из плена, а также об Иерусалиме. Они ответили мне, «Те, кто уцелели и вернулись из плена, там, в нашей области, терпят великие беды и унижения, стены Иерусалима разрушены, а ворота сожжены». Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я был в скорби, постился и молился Богу Небесному. Я говорил, «О Господь, Бог Небесный, Бог Великий и Страшный, ты соблюдаешь свой договор с теми, кто любит тебя и исполняет твои повеления, ты хранишь им верность. Прислушайся, открой очи свои, выслушай молитву раба твоего. Ныне я молю тебя, денно и ночно, о сынах Израилевых, рабах твоих и исповедуюсь в грехах Израиля. Мы грешны пред тобою, грешен и я и весь род мой. «Тяжко провинились мы пред тобою, не соблюдали мы повелений, установлений и законов, которые ты дал рабу твоему Моисею. Но вспомни, что ты говорил рабу твоему Моисею. Если вы измените мне, я рассею вас средь народов. Но если после этого вы обратитесь ко мне, станете строго соблюдать и исполнять мои повеления, то я соберу вас, будь вы заброшены хоть на край неба, и приведу на то место, которое я и избрал, чтобы там обитало имя Мое. Ведь они, твои рабы, твой народ, ты вызволил их своей великой силой, могучей рукой и сделал своим народом. Прислушайся, владыка, выслушай мольбу твоего раба, мольбу рабов твоих, которые жаждут благоговеть пред именем твоим. Сделай ныне так, чтобы мне, рабу твоему, все удалось. «Яви мне милость твою, когда я предстану перед этим человеком». Я был тогда виночерпием у царя. Глава вторая В месяце Ниссани, на двадцатый год правления царя Артаксеркса, царь пил вино, а я наливал и подавал ему. «Царь еще никогда не видел меня мрачным. Он спросил меня, «Почему у тебя такое мрачное лицо? Ты ведь не болен, не иначе, как от дурных мыслей». С великим страхом я отвечал царю, «Пусть царь живет вечно. Как же не быть мне мрачным, если город, где похоронены мои предки, лежит в руинах, а ворота его сожжены». Царь спросил, «Чего ты желаешь?» Помолившись Богу Небесному, я сказал царю, «Если царь соблаговолит, если раб твой угоден тебе, отправь меня в Иудею, в город, где похоронены мои предки, и я отстрою этот город». Царь спросил, А рядом с ним сидела царица. «Надолго ли ты хочешь отбыть? Когда вернешься?» Царь решил отправить меня. Я назвал срок и сказал, «Если царь соблаговолит, пусть дадут мне письма к наместникам заречья, чтобы пропустили меня в Иудею, и письмо к Асафу царскому лесничему, чтобы он дал мне бревен отстроить ворота и стену вокруг храма, городские стены и дом, где я буду жить. И царь дал мне все это, потому что Бог мой благоволил ко мне». Я пришел к наместникам заречья и вручил им царские письма. Царь также отправил со мной воинских начальников и всадников. Узнав об этом, Санвалад-хоровитянин и Тави-аммонитянин сильно досадовали, что появился человек, который печется о благе израильтян. Пришел я в Иерусалим и пробыл там три дня. Ночью я вышел из дому. Со мной было всего несколько человек. Я никому еще не говорил, какое именно дело Бог мой внушил мне сделать для Иерусалима. Я взял с собой только одного осла, на котором ехал. Выехав ночью через ворота долины, я направился к драконьему источнику и к мусорным воротам, осматривая стену Иерусалима. Стена была разрушена, а ворота сожжены. Я направился к воротам источника и царскому пруду, но проехать верхом там было невозможно. Я поднялся ночью вверх по оврагу, осматривая стену, а потом вернулся в город через ворота долины. Начальники не знали, куда я отлучался и что я делаю. До тех пор я ничего не говорил ни иудеям, ни священникам, ни знати, ни начальникам, никому из тех, кому предстояло делать эту работу. И вот я сказал им, смотрите, в какой мы беде. Иерусалим разрушен, ворота его сожжены. Восстановим стену Иерусалима, снимем с себя позор. И я поведал им, как Бог мой благоволил ко мне, и что сказал мне царь. Будем строить, сказали они. И приступили к этому благому делу. Узнав об этом, Санвалад Харанитянин, Тавия Амманитянин, Уполномоченный и Геша Мараб стали насмехаться и глумиться над нами. Что это вы делаете? Против царя взбунтовались? Я ответил им так. Бог Небесный поможет нам. Мы, рабы его, будем строить. А у вас нет доли в Иерусалиме. Нет прав на него. Нет здесь и памяти о вас. Глава третья. Первосвященник Илья Шиф и его родичи-священники восстановили овечьи ворота и осветили их, и навесили полотнище ворот. Они осветили все до башни Ста, до башни Хананелла. Дальше строили жители Иерихона, дальше Заккур, сын Эмри. А рыбные ворота восстановили люди из рода Синаа. Они закрепили брусья и навесили полотнище ворот. Поставили затворы и засовы. Дальше стену чинил Меремот, сын Урии, сына Хакоца. Дальше Мишуллам, сын Берехии, сына Мишизавелла. Дальше Цадок, сын Баны. Дальше стену чинили жители Текоа. Но знатные люди Текоа не пожелали потрудиться ради владыки своего. А старые ворота чинили Иояда, сын Посеха, и Мишуллам, сын Бесоди. Они закрепили брусья и навесили полотнище ворот. Поставили затворы и засовы. Дальше стену чинили Мелатия из Гаваона и Ядон из Миронота. Люди из Гаваона и Мицпы, подвластных наместнику Заречья. Дальше стену чинил Узиэл, сын Хархаи, золотых дел мастер. Дальше Ханания, изготовитель благовоний. Они восстановили Иерусалим до широкой стены. Дальше стену чинил Рифая, сын Хура, правитель половины Иерусалимского округа. Дальше Иедая, сын Харумафа. Он работал напротив своего дома. Дальше Хаттуш, сын Хашавныи. Малкие, сын Харима и Хашув, сын Пахатмаава, чинили другую часть стены и печную башню. Дальше стену чинил Шалум, сын Халлахеша, правитель половины Иерусалимского округа, со своими дочерьми. Ворота долины чинили Ханун и жители Заноха. Они отстроили ворота, навесили полотнище ворот, поставили затворы и засовы. Они восстановили тысячу локтей стены до мусорных ворот. Мусорные ворота чинил Малке, сын Рихава, правитель округа Бет-Ха-Керем. Он отстроил ворота, навесил полотнище ворот, поставил затворы и засовы. Ворота источника чинил Шалум, сын Калхазе, правитель округа Митспа. Он отстроил ворота, сделал над ними свод, навесил полотнище ворот, поставил затворы и засовы. Он восстановил стену у водоема Шеллах в Царском саду, до лестницы, которая идет вниз от города Давида. Еще дальше стену чинил Неемия, сын Азбука, правитель половины округа Бет-Цур. Он восстановил стену до места напротив Давидовых гробниц, до искусственного водоема, до дома воителей. Еще дальше стену чинили Левиты, Рихум, сын Бани, а рядом с ним Хошавия, правитель половины округа Киела, представлявший свой округ. Еще дальше стену чинили их родичи, там работал Бен-Нуй, сын Хинадада, правитель половины округа Киела. Дальше Эзер, сын Иисуса, правитель Мицпы, отстраивал другую часть стены напротив подъема к складу оружия на углу. Еще дальше Барух, сын Забая, чинил другую часть стены, от угла до входа в дом первосвященника Эльяшива. Еще дальше Меримо, сын Урии, сына Хаккоца, чинил другую часть стены, от входа в дом Эльяшива, до конца этого дома. Еще дальше стену чинили священники из долины. Дальше Вениамин и Хошув, напротив своего дома. Дальше Азария, сын Моасии, сына Анании, у своего дома. Еще дальше Беной, сын Хинадада, чинил другую часть стены, от дома Азарии, до угла, до изгиба. Палал, сын Узая, чинил стену от угла выступающей башни, начиная от верхнего царского дворца, что у двора стражи. Еще дальше работали Педая, сын Пороша и храмовые рабы, жившие на холме. Они восстановили стену до водяных ворот, что на востоке, и до выступающей башни. Еще дальше жители Текоа чинили другую часть стены, от места напротив выступающей башни, до стены, огибавшей холм. За оконскими воротами стену чинили священники, каждый напротив своего дома. Еще дальше стену чинил Цадок, сын Иммера, напротив своего дома. Дальше Шимая, сын Шихани, страж восточных ворот. Еще дальше Ханания, сын Шелеми, и Ханун, шестой сын Салафа, чинили другую часть стены. Еще дальше стену чинил Мишулам, сын Берехи, напротив помещения, которое он занимал. Дальше Малке, золотых дел мастер, до дома торговцев и храмовых рабов, что напротив смотровых ворот, до угловой площадки. А от угловой площадки до овечьих ворот стену чинили золотых дел мастера и торговцы. Глава четвертая Когда Сан-Валат узнал, что мы строим стену, он разгневался, пришел в ярость и стал насмехаться над иудеями, говоря своим родичам и воинам Самарии. Что затеяли эти жалкие иудеи? Думают все восстановить? Приносить жертвы? За один день все закончить? Думают дать новую жизнь камням с этого пепелища? Заодно с ним был и Тавия Аммонитянин. Он говорил. А хоть бы и построили. Прыгнет на эту стену лисица, и вся стена развалится по камешкам. Услышь, Бог наш! Вот как они нас презирают. Обрати это поругание на их голову. Придай их на разорение. Пусть уведут их в плен в чужую страну. Не прощай вину их. Пусть не будет тобою забыт этот грех. То, как они оскорбляли нас, строивших. Мы возводили стену, и она уже была наполовину построена. Народ полностью посвятил себя работе. Когда Санвала, Тавия, Арабы, Аммонитяне и жители Аждода узнали, что стену Иерусалима успешно восстанавливают, и что уже начали заделывать проломы, то они пришли в ярость. Все они сговорились пойти на Иерусалим войной, чтобы помешать нам. Мы молились Богу нашему и выставляли стражу днем и ночью для защиты от них. Народ иудеи роптал. Изнемогают насильщики. Тут сплошные завалы и мусор. Мы больше не в силах строить стену. А наши враги говорили про нас. Они и знать не будут, и заметить ничего не успеют, как мы нападем и перебьем их, и работа остановится. Но иудеи, которые жили рядом с нашими врагами, неоднократно приходили к нам из разных мест и предупреждали, что на нас хотят напасть. Я велел людям выстроиться под стенами на открытом месте. Я велел им выстроиться по семьям с мечами, копьями и луками в руках. Оглядев их, я сказал знать и начальникам, и всем остальным. Не бойтесь. Помните о владыке, великом и страшном, и сражайтесь за ваших братьев, сыновей и дочерей, за ваших жен и за ваши дома. Когда враги поняли, что нам все известно, и что Бог расстроил их замыслы, мы все вернулись к стене, к своей работе. С этого дня половина моих людей работала, а другая половина не расставалась с копьями, щитами, луками и доспехами. Они охраняли всех иудеев, строивших стену. Носильщики одной рукой несли груз, а в другой руке держали копье. Строители работали с мечом на поясе. При мне был трубач, и я сказал знать и начальникам, и всем остальным. Строительство большое и обширное. Мы далеко друг от друга на этой стене. Если услышите откуда-нибудь звук рога, бегите туда и собирайтесь вокруг нас. Бог наш будет сражаться за нас. Мы работали, а половина людей, вооружившись копьями, несла стражу от утренней зари до появления звезд. И сказал я народу в те дни, пусть каждый со своими людьми остается на ночь в Иерусалиме. Ночью будем на страже, а днем будем работать. И я сам, и мои родичи, и слуги, и стража, что была при мне, все мы спали, не раздеваясь, и каждый держал в правой руке оружие. Глава пятая Некоторые люди из нашего народа и их жены горько жаловались на своих соплеменников-иудеев. Одни говорили, «Мы отдаем в залог своих сыновей и дочерей, чтобы достать хлеба для пропитания и выжить». А другие говорили, «Мы отдаем в залог свои поля, виноградники и дома, чтобы достать хлеба и спастись от голода». Третьи говорили, «Чтобы уплатить подать царю, мы занимаем деньги под залог своих полей и виноградников. Мы из той же плоти, что и соплеменники наши, и дети у нас такие же, как у них. Но мы вынуждены отдавать сыновей и дочерей в рабство, и некоторые из наших дочерей так и останутся рабынями. Мы ничего не можем сделать. Наши поля и виноградники достались другим». Я был сильно разгневан, когда услышал такие жалобы и рассказы. Обдумав их, я стал укорять знатных людей и начальников. «Вы наживаетесь на своих же братьях». Я созвал большое собрание и сказал знати. «Мы старались как могли. Выкупали своих братьев-иудеев, проданных язычникам. А вы продаете своих братьев. И нам снова выкупать их?» Они молчали, им нечего было ответить. И я продолжил. «Плохо вы поступаете. Ведь вам следовало бы бояться Бога нашего, не давать язычникам врагам нашим повода поносить нас». «И я сам и родичи мои, и слуги. Мы тоже сужаем деньги и зерно. Но не надо наживаться на этом. Сегодня же верните людям поля, виноградники, оливковые рощи и дома. И проценты с денег, зерна, вина и масла, что вы им сужали». Они отвечали. «Вернем. И ничего больше у них не потребуем. Сделаем, как ты говоришь». Позвав священников, я взял с присутствующих клятву исполнить это. Я отряхнул край своей одежды и сказал. «Каждого, кто не сдержит обещания, пусть Бог вот так вытряхнет из дома и из владений его. Пусть все у него будет вытряхнуто и пусто». «Да будет так», – сказали все собравшиеся и воздали хвалу Господу. И все исполнили обещанное. Все время, что я был наместником Иудеи, с 20 по 32 год правления царя Артаксеркса, 12 лет, ни я, ни мои родичи не получали содержание, которое причитается наместнику. Прежние наместники были тяжким бременем для народа. Они требовали для себя пропитания и вина в придачу к 40 шекелям серебра. Слуги их тоже притесняли народ. А я так не делал, потому что боялся Бога. «Кроме того, я чинил городскую стену. Полей мы себе не покупали. Все мои люди, сообща, трудились на восстановлении стены. За моим столом собиралось иудеев и их начальников по 150 человек. Да еще приходили люди из соседних народов. Каждый день готовили по быку и по шесть отборных овец. Еще мне готовили пищу и каждые 10 дней доставляли всякого вина в изобилии. При этом содержание, причитающегося наместнику, я не требовал, потому что народ и так был обременен работой. Помни, о Бог мой, все, что я сделал для этого народа. Воздай мне добром». Глава шестая. «Когда Санвалад, Тавия, Гешем, Араб и прочие наши враги узнали, что я восстановил стену, и проломов в ней уже не осталось, хотя полотнища ворот я еще не навесил, то Санвалад и Гешем передали мне, «Давай встретимся в Хаккифериме, в долине Ано». Они замышляли зло против меня. Я передал им чрезвестников такие слова. «Я занят важной работой и прийти к вам не могу. Неужели мне остановить работу, бросить все и идти к вам?» Они приглашали меня четыре раза, и каждый раз я давал им тот же ответ. На пятый раз Санвалад послал ко мне своего слугу с незапечатанным посланием, в котором было написано, «Среди народов прошел слух, и Гашму так говорит, что ты с иудеями замышляешь восстание, потому и стену строишь. Говорят, ты должен стать у них царем, и даже назначил пророков, которые провозглашают о тебе по всему Иерусалиму. Теперь у иудея есть царь. Все это дойдет до царя. Приходи же, давай посоветуемся». Я велел передать ему. «Того, о чем ты говоришь, не было. Ты сам все выдумал. Все они хотели запугать нас, надеясь, что мы отступимся от своей работы, и она не будет закончена. Но я взялся за дело с еще большим рвением. Я пошел к Шимае, сыну Делаи, сыну Мехитавелла. Он прятался и сказал мне, «Встретимся в Божьем храме, закроемся внутри храма, запрем двери, идут тебя убивать, ночью придут, убьют». Я ответил, «Чтобы я обратился в бегство, да и кто я такой, чтобы войти внутрь храма и остаться в живых? Я не пойду». Я понял, Бог его не посылал, а пророчествует он обо мне, лишь потому, что ему заплатили Тавия и Санвалат. Они заплатили ему, понадеявшись, что я испугаюсь, послушаюсь его и согрешу. И тогда они распустили бы обо мне дурную молву, опорочили бы меня. «Припомни, Бог мой, эти дела Тавии и Санвалато, а также пророчицы Нааде и прочим пророкам, которые вздумали меня запугать». Стена была достроена 25-го числа месяца Элул на 52-й день после начала работ. Узнали об этом все наши враги, увидели это все окрестные народы, изумились чуду, и поняли они, что сей труд свершился по воле Бога нашего. В ту пору знатные люди Иудеи часто писали письма Тавии, а Тавия им писал. Многие в Иудее были связаны с ним клятвой, ведь он был зятем Шихани, сына Араха, а его сын Иихаханан взял в жены дочь Мишулама, сына Берехии. Все эти люди при мне расхваливали Тавию. Они сообщали ему мои слова, и Тавия слал письма, чтобы запугать меня. Глава седьмая И вот, когда стена была достроена, когда я навесил полотнище ворот, то были назначены стражи ворот, певцы и левиты. Управлять Иерусалимом я поставил своего брата Ханани и Хананию, начальника крепости. Это был человек надежный и богобоязненный, как их мало. Я сказал им, пусть во время дневной жары ворота Иерусалима не остаются открытыми, пусть стражи, пока они заступят на пост, держат ворота закрытыми и запертыми, и назначьте стражников из числа жителей Иерусалима, пусть каждый стоит на сторожевом посту, недалеко от своего дома. Город был велик и обширен, а людей в нем жило мало, и дома еще не были восстановлены. Бог мой внушил мне собрать знатных людей, начальников и весь народ, чтобы установить их родословные. Я нашел родословные списки тех, что вернулись первыми. Там было написано. Вот жители нашей области, которые вернулись из плена. Некогда Навуходоносор, царь Вавилонский, угнал их в Вавилон, а теперь они возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город или селение. Их привели Зарававель, Иисус, Неемия, Азария, Раамия, Нахамани, Мордахей, Белшан, Бесперед, Бегвай, Нехум, Ибо Она. Вот список этих израильтян. Род Пороша – 2172 человека, род Шифатии – 372, род Араха – 652, род Пахат Маава, потомки Иисуса и Иоава – 2818, род Элама – 1254, род Зату – 845, род Закая – 760, род Бенуя – 648, род Бивая – 628, род Азгада – 2322, род Аданикама – 667, род Бегвая – 2067, род Адина – 655, род Атера – потомки Иезекии – 98, род Хашума – 328, род Бицая – 324, род Харифа – 112, род Гаваона – 95, выходцы из Вифлеема и Нетафы – 187, выходцы из Анатота – 128, выходцы из Бетазмавита – 42, выходцы из Кирияты и Арима, Кефиры и Беерота – 743, выходцы из Ромы и Гевы – 621, выходцы из Мехмаса – 122, выходцы из Бетеля и Ая – 123, выходцы из другого Нево – 52, род другого Элама – 1254, род Харима – 320, род Иерихона – 345, род Лода, Хадида и Ано – 721, род Синаа – 3930, священники, род Иедаи, потомки Иисуса – 973, род Иммера – 1052, род Пашхура – 1247, род Харима – 1017, левиты, род Иисуса, потомки Кадмиэла из рода Хадывы – 74 человека, певцы, род Асафа – 148 человек, стражи ворот, род Шалума, род Атера, род Талмона, род Акува, род Хатиты, род Шавая – 138 человек, храмовые рабы, род Цихи, род Хасуфы, род Таббаота, род Кероса, род Сии, род Падона, род Ливаны, род Хагавы, род Шалмая, род Ханана, род Гидела, род Гахара, род Реаи, род Рицина, род Никады, род Газама, род Уззы, род Посеха, род Бесая, род Меунеев, род Невишесеев, род Бакбука, род Хакуфы, род Хархура, род Бацлита, род Мехиды, род Харши, род Баркоса, род Сесеры, род Темаха, род Нецеха, род Хатифы. Потомки Соломоновых рабов. Род Сатая, род Саферита, род Переды, род Ялы, род Даркона, род Гидела, род Шефати, род Хаттила, род Пакеретха Циваима, род Амона. Храмовые рабы и потомки Соломоновых рабов. Всего 392 человека. А вот те, что пришли из Телмела, Хаттел-Харши, Керува, Адона и Эмера, и не могли подтвердить, что их род и предки принадлежали к Израилю. Род Делаи, род Тавии, род Никады. 642 человека. Еще из потомков священников. Род Хаваи, род Хаккоца и род Барзилая, взявшего в жены одной из дочерей Барзилая Галаадитянина и принявшего это имя. Они искали родословные записи о себе, но ничего не нашлось. Поэтому их не включили в число священников. Тершата сказала им, что они не должны вкушать святыни святынь, пока не появится священник с уримами и тумимами. Всего вообще не насчитывалось 42 360 человек, не считая рабов и рабынь. Тех было 7337, да еще 245 певцов и певиц. Лошадей у них было 736, мулов 245. Верблюдов у них было 435, ослов 6720. Некоторые главы родов внесли пожертвования на строительство. Сам Тершата внес в сокровищницу 1000 драхм золота, 50 чаш и 530 жреческих одеяний. А некоторые главы родов внесли в сокровищницу для строительства 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Остальной же народ внес 20 000 драхм золота и 67 жреческих одеяний. Священники, левиты, стражи ворот, певцы, народы и храмовые рабы, все израильтяне стали жить в своих селениях. Глава 8. Настал седьмой месяц. Израильтяне жили по своим селениям. И собрался народ, все как один, на площади перед водяными воротами. Книжника Ездру попросили принести свиток, где был написан закон Моисея, то, что Господь заповедал Израилю. Священник Ездра вынес свиток с законом к собранию, к мужчинам и женщинам, ко всем, кто способен слушать и понимать. Это было в первый день седьмого месяца. От рассвета до полудня Ездра читал свиток на площади у водяных ворот перед мужчинами и женщинами, перед всеми, кто способен понимать. И весь народ внимал словам закона. Книжник Ездра стоял на специальном сооруженном деревянном помосте. По правую руку от него стояли Матития, Шема, Аная, Урия, Хилкия и Маасия. А по левую — Пидая, Месаил, Малкия, Хашум, Хашбадана, Захария и Мишуллам. Когда Ездра, стоявший на возвышении, на глазах у народа развернул свиток, весь народ встал. Ездра благословил Господа Бога Великого, и весь народ, воздев руки, отвечал «Аминь, аминь». Все поклонились Господу, простершись ниц на земле. Левиты Иисус, Бони, Шеревия, Ямин, Акуф, Шаббитай, Хадия, Маасия, Келита, Азария, Виазават, Ханан, Пилая разъясняли закон, стоявшему там народу. Они внятно читали по свитку закон Бога, разъясняя смысл и толкуя прочитанное. Неемия, который занимал должность Тершаты, священник и книжник Ездра и Левиты, наставлявшие народ, сказали людям «Это святой день Господа, Бога вашего. Не рыдайте и не плачьте». Ведь все плакали, слушая слова закона. Затем он сказал людям «Идите, ешьте лучшие яства, пейте сладкое вино и поделитесь угощением с теми, у кого ничего нет. Ведь это святой день Господа нашего. И не скорбите, пусть радость пред Господом придает вам силы». Левиты успокаивали народ, говоря «Не надо скорбеть, ведь это святой день, не плачьте». Тогда люди пошли и стали есть, пить и делиться друг с другом угощениями. Всех охватила великая радость. Народ понял смысл услышанного. На следующий день главы всех родов, священники и левиты собрались у книжника Ездры, чтобы изучать слова закона. И они нашли, что в законе, который заповедал через Моисея Господь, написано, что праздник седьмого месяца израильтяне должны проводить в шалашах, и что им следует возвестить и провозгласить во всех своих селениях и в Иерусалиме. «Идите на холмы и принесите веток садовой и дикой оливы, мирта, пальмы и прочих лиственных деревьев, чтобы сделать шалаши, как предписано». Люди пошли, принесли веток и сделали себе шалаши. На крышах, во дворах, во дворах Божьего храма, на площади у водяных ворот и на площади у Ефремовых ворот. Вся община вернувшихся из плена построила себе шалаши и стала в них жить. Израильтяне не делали так со времен Иисуса Новина. И радость была великая. Свиток Божьего закона читался ежедневно с первого дня и до последнего. Праздник длился семь дней, а восьмой день, как положено, был завершающим днем праздника. Глава девятая. На двадцать четвертый день того же месяца собрались сыны Израилевы, постясь, одевшись в дерюгу и посыпав голову пылью. Потомки Израиля отделились от всех иноплеменников. Стоя, исповедовались они в своих грехах и в пригрешениях своих отцов. Они стояли так четверть дня, читая свиток закона Господа, своего Бога, а затем четверть дня они исповедовали свои грехи, простершись перед Господом Богом своим. Иисус, Бони, Кадмиел, Шивания, Буни, Шеревия, Бони и Кенани стояли на возвышении для левитов и громко взывали к Господу, своему Богу. Левиты Иисус, Кадмиел, Бони, Хашавния, Шеревия, Хадия, Шивания и Петахия сказали, «Встаньте, благословите Господа вашего Бога от века и до века. Пусть благословляют славное имя Твое, которое превыше всякого благословения и хвалы. Ты, Господь, только Ты один. Ты сотворил небеса, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. Ты всему даешь жизнь, и тебе поклоняется небесное воинство. Ты, Господь, Бог, который избрал Авраама, вывел его из ура халдейского и дал ему имя Авраам. Ты увидел, что он верен тебе всем сердцем и заключил с ним договор о верности, пообещал отдать его потомкам землю Хананеев, Хеттов, Амареев, Перезеев, Евусеев и Гергашиев. И ты исполнил обещанное, ибо ты праведен. Ты увидел страдания наших отцов в Египте, услышал их крик о помощи у моря Сув. Узнав, как глумятся над ними египтяне, ты явил знамения и чудеса перед фараоном, перед всеми рабами его, пред всем народом его страны, и тем прославил имя Твое доныне. Ты заставил море расступиться перед отцами нашими, и прошли они среди моря посуху, а их преследователей ты бросил в пучи, но словно камень в бурные воды. Ты в виде облачного столпа днем указывал им дорогу, а ночью в виде огненного столпа освещал перед ними путь. Ты сошел на гору Синай и говорил с ними с небес. Ты дал им повеления верные, законы истинные, благие установления и заповеди. Ты заповедал им Твою святую субботу, дал им через раба Твоего Моисея заповеди, установления и законы. Ты послал хлеб с небес, чтобы они утолили голод, и воду из скалы, чтобы утолили жажду. Ты велел им идти и овладеть землею, которую ты поклялся отдать им. А они, отцы наши, поступали дерзко, упорно не слушались повелений Твоих. Они отказывались слушаться, не вспоминали о чудесах, которые ты сотворил среди них. Упорствуя, они выбрали себе вожака, чтобы вернуться в рабство, в Египет. Но ты, Бог прощающий, добрый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, ты не покинул их. Даже после того, как они сделали себе литую статую Тельца и провозгласили, что это их Бог, который вывел их из Египта, даже после такого страшного нечестия, ты, по великому милосердию своему, не покинул их в пустыне. Не исчезли ни облачный столб, днем указывавший им дорогу, ни огненный столб, ночью освещавший перед ними путь. Ты даровал им свой благой дух, который наставлял их. Ты непрестанно посылал им манну твою. Ты давал им воду для утоления жажды. Сорок лет ты поддерживал их в пустыне, так что они ни в чем не нуждались. Одежда не изнашивалась и ноги не опухали. Ты подчинил им царство и народы, отдал им землю до самого края. Они завладели землями Сихона, царя Хижбонского, и землями Ога, царя Башанского. Ты сделал их потомков многочисленными, как звезды небесные. Потомков ты привел в страну, о которой говорил от самых, что израильтяне придут и будут владеть ею. И потомки, придя, завладели страной. Ты даровал им победу над ее жителями Хананиями. Царей и народы этой страны ты отдал в руки израильтян, и те делали с ними, что хотели. Захватили укрепленные города и плодородную землю. Завладели домами, полными всякого добра, вырубленными в камни колодцами, виноградниками, оливковыми рощами и множеством плодоносных садов. Они ели досыта и толстели, и наслаждались по великой благости твоей. Но взбунтовались они, восстали против тебя, отвергли твой закон, убивали пророков твоих, которые наставляли их и пытались вернуть их к тебе. Израильтяне творили страшное нечестие. Ты стал отдавать их в руки врагов, и те одолевали их. Тогда в час бедствий они взывали к тебе, и ты внимал им с небес. По великому милосердию своему ты посылал им избавителей, и те избавляли их от врагов. Но едва им становилось легче, они снова начинали творить неугодное тебе, и ты отдавал их во власть врагов, и те господствовали над ними. Снова взывали они к тебе, и ты внимал им с небес и по милосердию своему. Ты много раз спасал их. Ты наставлял их, чтобы вернуть их к закону твоему. Они поступали дерзко, не исполняли твои заповеди, грешили против повелений твоих, дающих жизнь тому, кто их исполняет. Упрямились они, упорствовали, не желали слушаться. Много лет ты терпел, наставлял их своим духом через пророков своих. Но они не внимали, и ты отдал их в руки других народов. И все же по великому милосердию своему ты не обрек их на уничтожение и не покинул. Ибо ты, Бог добрый и милосердный. О, Бог наш, Бог великий, могучий и страшный, хранящий верность договору. Не сочти, что легкими были те беды, которые выпали на долю наших царей и вождей, священников и пророков, на долю отцов наших и всего твоего народа, со времени царей ассирийских до нынешнего дня. Ты прав во всем, что нас постигло, ибо ты был верен, а мы творили зло. Наши цари и предводители, священники и отцы наши не исполняли закона твоего, не внимали заповедям и повелениям твоим, которые ты им заповедал. Даже в своем царстве, получая от тебя великие благодеяния, на обширной плодородной земле, которую ты даровал им, они не служили тебе, не переставали творить злые дела. И теперь мы рабы. На той самой земле, которую ты дал нашим отцам, чтобы они питались ее плодами, всем хорошим, что она приносит, мы стали рабами. Обильный урожай этой земли достается тем царям, которых ты поставил над нами за грехи наши. Они распоряжаются и нами, и стадами нашими, как хотят. Мы в большой беде. И вот мы заключаем договор, письменный договор, и его скрепляют своими печатями наши предводители, левиты и священники. Глава 10. Свои печати поставили Неемия, сын Хакали, занимавший должность Тершаты, а также Садыкия, Сирая, Азария, Иеремия, Пашхур, Амария, Малкия, Хаттуш, Шивания, Малух, Харим, Меремот, Авдий, Даниил, Геннитон, Барух, Мишулам, Авия, Миямин, Маазия, Белгай, и Шимая. Это священники. Левиты. Иисус, сын Азании, Беннуй из рода Хинадада и Кадмиел, а также их родичи. Шивания, Хадия, Келета, Пилая, Ханан, Михей, Рихов, Хашаве, Закур, Ширеве, Шиване, Хадия, Бани и Бенину. Главы народа. Парош, Пахатмаав, Элам, Зату, Бани, Бунни, Азгат, Бивай, Адоне, Бигвай, Адин, Атер, Языкия, Аззур, Хадия, Хашум, Бецай, Хариф, Анатот, Нивай, Макпиаш, Мишулам, Хизир, Мишизавел, Цадок, Ядуа, Пилате, Ханан, Аная, Осия, Ханане, Хашуф, Халлахеш, Пилхаш, Авек, Рихум, Хашавна, Маасия, Архия, Ханан, Анан, Малух, Хирим и Баана. Остальной народ, священники, левиты, стражи ворот, певцы, храмовые рабы, все, кто отделился от других народов и принял Божий закон, а также их жены, сыновья и дочери, все, кто способен понимать, присоединились к своим знатным соплеменникам и дали обеты клятву жить по Божьему закону, дарованному через раба Божьего Моисея, строго соблюдать и исполнять все заповеди Господа Владыки нашего, все повеления и установления его. Мы не будем отдавать своих дочерей в жены местным народам и их дочерей, не будем брать в жены своим сыновьям. Если в субботу местные народы привезут на продажу товары или зерно, то мы не будем у них покупать ни в субботу, ни в другие святые дни. Каждый седьмой год мы будем оставлять землю необработанной и прощать долги. Мы обязуемся давать треть шекеля в год на служение в храме Бога нашего, на хлеб, возлагаемый перед Господом, на ежедневные хлебные приношения, на ежедневные жертвы всесожжения, на всесожжения, приносимые по субботам, в новолуние и в дни, назначенные Господом, а также на святые приношения, на очистительные жертвы для искупления Израиля и на всякие работы, нужные для храма Бога нашего. Мы, и священники, и левиты, и народ бросили жребий о доставке дров в храм Бога нашего. Каждый из наших родов должен из года в год исполнять это служение в назначенное для него время, чтобы поддерживать огонь на жертвенники Господа Бога нашего, как предписано в законе. Мы ежегодно будем приносить в храм Господа первый урожай нашей земли и первые плоды всякого плодового дерева. Мы будем приводить в храм Бога нашего к священникам, служащим в храме Бога нашего, наших сыновей первенцев, а также первенцев нашего скота, как предписано в законе, первый приплод наших коров и овец. Первое тесто, приношение наше и плоды всякого дерева и вино и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при храме Бога нашего, а десятину с урожая левитам. Они, левиты, будут собирать десятину во всех селениях, где мы трудимся. С левитами, собирающими десятину, должен быть священник потомок Аарона. И пусть десятую часть десятины левиты вносят в храм Бога нашего в кладовые. Израильтяне и левиты будут доставлять свои приношения, зерно, вино и масло, в эти кладовые при храме, где хранится утварь святилища, а также утварь, принадлежащая священникам, которые несут службу в храме, стражам ворот и певцам. Мы не оставим в небрежении храм Бога нашего. Глава одиннадцатая. Предводители народа поселились в Иерусалиме, а остальные бросали жребий. Один человек из десяти селился в святом городе Иерусалиме, а девять человек оставались в других селениях. Народ благословлял тех, кто сам вызывался жить в Иерусалиме. Вот главы родов нашей области, которые поселились в Иерусалиме. А в селениях Иудеи жили израильтяне, священники, левиты, храмовые рабы и потомки соломоновых рабов, каждый в своем владении в своем селении. Поселившиеся в Иерусалиме принадлежали к роду Иуды и роду Вениамина. Из рода Иуды Атая, сын Азии, сына Захарии, сына Амарии, сына Шифатии, сына Махалалела, потомок Парца. И Маасия, сын Баруха, сына Калхазе, сына Хазаи, сына Адаи, сына Иоярива, сына Захарии, потомок Шилы. Всего в Иерусалиме поселилось 468 человек из рода Парца, люди уважаемые. И из рода Вениамина, Саллу, сын Мишулама, сына Иоэда, сына Педаи, сына Калаи, сына Маасии, сына Итиэла, сына Исаии. И с ними Габай и Саллай. А всего 928 человек. Начальником над ними был Иоиль, сын Захри, а Иуда, сын Хасынуи, был назначен заместителем правителя города. Из священников Идая, сын Иоярива, Яхин, Сироя, сын Хилкии, сына Мишулама, сына Цадока, сына Мирайота, сына Ахитува, распорядитель в Божьем храме. И родичи их, исполнявшие работу в храме. Всего 822 человека. Также Адая, сын Иерахама, сына Пилалии, сына Амцы, сына Захарии, сына Пашхура, сына Малкии и родичи его, главы родов. Всего 242 человека. Также Амашсай, сын Азарела, сына Ахзая, сына Мишеллимота, сына Эмера и родичи его, могучие воины. Всего 128 человек. Начальником над ними был Завдиел, сын Хагедалима. Из левитов. Шимая, сын Хашува, сына Азрикама, сына Хашавии, сына Бунни. Шаббитай и Азават, главы левитов. Отвечают за те работы для храма Божьего, которые ведутся за его пределами. Маттания, сын Михея, сына Завди, сына Асафа, главный певец хвалений, словословий и молитв. Бакбукия, второй певец из собратьев его. Авда, сын Шамуи, сына Галала, сына Иидутуна. Всего в святом городе было 284 левита. Стражи ворот, Акуф, Талмон и родичи их, те, кто охранял ворота. Всего 172 человека. Прочие израильтяне, священники и левиты жили в селениях Иудеи, каждый в своем наследственном наделе. А храмовые рабы жили на холме Офил, их начальниками были Цеха и Гешпа. В Иерусалиме над левитами начальствовал Узи, сын Бани, сына Хашавии, сына Маттании, сына Михея. Он был из рода Асафа, из рода певцов, ответственных за служение в Божьем храме. Эти обязанности, возложенные на них царем, были расписаны по дням в особом указе. Петахия, сын Мешезавела, потомок Зераха, сына Иуды, был доверенным лицом царя в том, что касалось нашего народа. Вот селения в сельской местности, где жили люди из рода Иуды. Кирья Тарба и окрестные селения, Дивон и окрестные селения, Иекавцел и окрестные селения, Иешуа, Малада, Бетпелет, Хацар Шуал, Бер Шева и окрестные селения, Циклак, Механа и окрестные селения, Энримон, Цара, Ярмут, Занох, Адуллам и окрестные селения, Лохиш и окрестные поля, Азыка и окрестные селения. Люди из рода Иуды расселились от Беаршевы до долины Хинном, селения, где жили люди из рода Вениамина. Гева, далее Мехмас, Айя, Бетель и окрестные селения, Анатот, Ноф, Анания, Хацор, Рама, Гиттайм, Хадид, Циваим, Неваллад, Лот, Ано и Гехорошим. Левицкие роды частью поселились на земле Иуды, частью на земле Вениамина. Глава двенадцатая. Вот священники и левиты, которые вернулись вместе с Зарававелем, сыном Шелтиэла и Иисусом. Сироя, Иеремия, Ездра, Амария, Малуха, Туш, Шихания, Рихум, Меримот, Идо, Гиннетой, Авия, Миямин, Маадия, Белга, Шимая, Иояриф, Иедая, Салу, Амок, Хилкия и Иедая. Это главы священнических семей с их родичами во времена Иисуса. Левиты. Иисус, Беннуй, Кадмиел, Шеревия, Иуда, Маттани, который вместе со своими собратьями вел благодарственные песнопения, а также Бакбукия и Уни, которые вместе со своими собратьями составляли во время богослужения другой полухор. Иисус был отцом Иоякима, Иояким — отцом Иояшива, Иояшив — отцом Иояды, Иояда — отцом Иоаннафана, а Иоаннафан — отцом Ядуи. Вот главы священнических родов во времена Иоякима. В роду Сераи — Мирая, в роду Иеремии — Ханания, в роду Ездры — Мешуллам, в роду Амарии — Ехаханан, в роду Малуха — Иоаннафан, в роду Шивании — Иосиф, в роду Харима — Одна, в роду Мирайота — Хилкай, в роду Идо — Захария, в роду Геннетона — Мешуллам, в роду Авии — Зихри, в роду Миньямина, в роду Маадии — Пилтай, в роду Белги — Шамуа, в роду Шимаи — Иоаннафан, в роду Иоярива — Маттенай, в роду Иидаи — Уззи, в роду Салая — Калай, в роду Амока — Эвер, в роду Хилкии — Хашави, в роду Иидаи — Нетанел. О левитах Во времена Ильяшива, Иояды, Иоаханана и Иаддуи, вплоть до царствования Дария Персидского, велись списки глав священнических родов. О левитах Вот главы левитских родов, внесенные в книгу летописей. Списки доведены до времен Иоаханана, сына Ильяшива. Главы левитов Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиела, а также их собратья, составлявшие другой полухор. Они возносили хвалу и благодарение согласно повелениям Давида, человека Божьего. Один полухор напротив другого. Маттания, Бакбукия, Авди, Мишулам, Талмон и Акуф были стражами ворот. Они сторожили хранилище при воротах. Так обстояло дело во времена Иоякима, сына Иисуса, сына Иоцадака, а также во времена наместника Неемии и священника Ездры, книжника. Когда пришло время торжеств по поводу завершения строительства Иерусалимской стены, отовсюду в Иерусалим были созваны левиты для радостных торжеств с благодарственными молитвами, пением, игрой на кимвалах, арфах и лирах. Собрались певцы из окрестностей Иерусалима. Из хуторов Блиснетофы, из бедха Гилгала, с полей Гевы и Азмавита. Певцы построили себе хутора вокруг Иерусалима. Священники и левиты сперва очистились сами, а затем совершили обряд очищения над народом, над воротами и стеной. Я привел предводителей рода Иуды на стену и выстроил две большие благодарственные процессии. Одна двинулась по стене направо, к мусорным воротам. Следом пошли Хорошая и половина предводителей рода Иуды, и с ними Азария, Ездра, Мишуллам, Иуда, Вениамин, Шимая и Иеремия, и священники с трубами, а также Захария, сын Иоаннафана, сына Шимаи, сына Матании, сына Михея, сына Закура, сына Асафа, и его родичи Шимая, Азарел, Милалай, Гелалай, Маай, Нетанел, Иуда и Ханани с музыкальными инструментами Давида, Человека Божьего. А впереди шел книжник Ездра. Миновав ворота источника, они поднялись по ступеням города Давидова по подъему к стене, мимо дома Давида, до водяных ворот на востоке. Другая процессия двинулась по стене налево, а следом я и половина народа. Мимо печной башни, к широкой стене, мимо Ефремовых ворот, старых ворот, рыбных ворот, башни Хананелла и башни Ста, к овечьим воротам. Она остановилась у караульных ворот. Затем обе процессии выстроились у храма Божьего. Там был я вместе с половиной начальников, священники Элиаким, Маасыя, Миньямин, Михей, Элияинай, Захария, Ханани, трубившие в трубы, а также Маасыя, Шимая, Элиазар, Узи, Ииха, Ханан, Малке, Элам и Эзер. Певцы пели, а руководил ими Израхия. В тот день люди устроили большое жертвоприношение и радовались. Бог даровал им великую радость. Радовались и женщины, и дети. Издалека было слышно, как ликует Иерусалим. В тот день были назначены смотрители, чтобы заведовать хранилищами припасов, приношений, первых плодов и десятин и собирать туда с владений каждого селения ту долю, которая по закону полагается священникам и левитам. Ведь священники и левиты, совершающие службу, это радость для всего рода Иуды. Они совершали службу Богу своему и службу очищения, и вместе с ними певцы и стражи ворот, как установили Давид и сын его Соломон. Ибо уже в древности, во времена Давида и Асафа, были назначены начальники певцов, учреждены хвалебные песнопения и благодарения Богу. А во времена Зарававеля и во времена Неемии все израильтяне заботились о ежедневном содержании певцов и стражей ворот, и, кроме того, отделяли священную долю для левитов. Левиты же отделяли священную долю для потомков Аарона. Глава тринадцатая В тот день народу читали книгу Моисея, и вот в ней написано, что амонитяне и маовитяне не могут войти в общину Божью никогда, ведь они не встретили сынов Израилевых с хлебом и водой, а наняли против них Валаама, чтобы он их проклял. Да только Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав слова закона, израильтяне отделили от своей общины всех иноплеменников. А перед этим священник Ильяшиф, который ведал кладовыми храма Бога нашего и был в родстве с Тавией, отвел Тавии большое помещение. Прежде в нем держали хлебные приношения, благовония и утварь, а также десятину от зерна, вина и масла, положенную левитам, певцам и стражам ворот, и приношения священникам. Меня тогда не было в Иерусалиме. На 32-й год правления Артаксеркса, царя Вавилонского, я уехал к царю. Через некоторое время я с разрешения царя вернулся в Иерусалим и узнал, какое зло совершил Ильяшиф в угоду Тавии. Отвел ему помещение во дворе Божьего храма. Я был сильно разгневан и выбросил из этого помещения все, что Тавия принес из своего дома. Затем я велел очистить эти помещения и снова поместил туда утварь Божьего храма, хлебные приношения и благовония. Мне стало известно, что левитам не выдают их долю и что левиты с певцами, которые должны были бы совершать служение, разбежались по своим земельным наделам. Тогда я стал укорять начальников, почему Божий храм оставлен в небрежении. Ушедших я собрал и вернул к их обязанностям. И весь род Иуды принес в кладовые десятину от зерна, вина и масла. Ведать кладовыми я назначил священника Шелемию, книжника Цадока и левита Педаю, а их помощником сделал Ханана, сына Закура, сына Матани. Они были надежными людьми. Их обязанностью было распределять все между своими собратьями. Помни, о Бог мой, о том, что я сделал. Не сотри память о тех добрых делах, которые я совершил для храма Бога моего и для богослужения. В те дни я увидел, что жители Иудеи по субботам давят виноград в давильнях, приносят зерно и грузят на ослов, грузят также вино, виноград, смоквы и другую поклажу. Они привозили все это в Иерусалим в субботу. И вот, когда они продавали в этот день свои припасы, я предупредил их, чтобы они больше не делали этого. А живущие в городе выходцы из Тира привозили рыбу и другие товары и по субботам продавали в Иерусалиме жителям Иудеи. Я стал укорять знатных людей Иудеи. «Что же вы творите такое зло, оскверняете субботу? Вот так поступали и ваши предки. И тогда Бог наш послал на нас и на этот город все эти беды. А вы, оскверняя субботу, навлекаете на Израиль еще больший гнев». Я велел, чтобы перед наступлением субботы, когда в воротах Иерусалима начинало темнеть, ворота закрывали и не открывали до окончания субботы. Я поставил у ворот стражу из моих людей, чтобы в субботу они не пропускали в город никакой поклажи. Купцы и продавцы всяких товаров раза два провели ночь за пределами Иерусалима. Я предупредил их, сказав, «Зачем вы ночуете у городской стены? Если еще раз так сделаете, применю к вам силу». С тех пор они больше не появлялись по субботам. Я велел левитам очиститься и стать на стражу у ворот, чтобы соблюсти святость субботы. Помни, о Бог мой, о том, что я сделал. Помилуй меня по великой милости своей. В те дни я увидел, что некоторые иудеи женаты на женщинах из Аждода, Аммона и Моава. Из их детей половина говорила по-аждотски или на языках других народов, а еврейского языка не знала. Я стал ругать и проклинать этих людей, а некоторых даже побил и оттаскал за волосы. Я заставил их поклясться Богом. Я сказал, «Клянитесь, что не будете отдавать своих дочерей в жены их сыновьям, и что не будете брать их дочерей в жены ни своим сыновьям, ни себе». Ведь так согрешил Соломон, царь Израиля. Среди всего множества народов не было царя, подобного ему, и был он любим Богом, и Бог сделал его царем над всем Израилем. Но даже его довели до греха иноплеменные жены. А теперь нам приходится слышать о том, что и вы творите это великое зло, предаете Бога нашего и женитесь на иноплеменницах. Один из сыновей Иояды, сына первосвященника Ильяшива, был зятем Санвалата-хоронитянина. Я прогнал его прочь с глаз моих. «Припомни им это, Бог мой, то, что они запятнали священническое достоинство, договор Бога со священниками и левитами». Очистив людей от всего иноплеменного, я определил священникам и левитам, что каждый из них должен делать. Я также позаботился о доставке дров в установленные сроки и о приношении первых плодов. «Помни обо мне, о Бог мой, воздай мне добром». Конец книги Неймии